Да здравствует Карл Франц и его Вечная Империя, с вами Вирус и мы сегодня продолжаем нашу эпопею. Ну что, кстати, сколько нам там осталось до полной Великой Победы? Так, у нас все земли захвачены, так-то, да? Сильвания... Так, вот они, 8 пиков Карака, Черный Утес, Ица, в люстрию чуть придется, Хексуатль, Нагорон. Ну, в принципе, немножко, да, осталось. Если наш союзник напряжется, то быстренько это забацаем. Если нет, то с гномами сейчас быстренько тоже разберемся и отправимся в теплые края. Черный Утес, ну, в принципе, это нормально, Черный Утес еще приемлемый климат, да, для нас. Правильно ж? 8 пиков тоже и Черный Утес. Приятный, приятный, да, нормально. А тут, наверное, все вот эти как раз оставшиеся регионы будут желтенькими для нас. Нет, Нагорон красненький. Ну ладно. Так, ладно. Давай, 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 Лутерн! Мы за тебя топим. Ну, а пока займемся своими делами. Кстати, а что здесь у нас? Здесь порядка много, да? Я забываю его все снести. Давайте снесем. Непорядок это. Непорядок это. Тут порядка и так много. Чтоб застраивать. Так, ну бретонцы, они настолько слабы, что даже если я уберу отсюда армию, они нападут. Согласен, да. Тут как бы спору нет. Костеллянт может пригодиться и на другом краю света, так сказать. Кстати, бретонцы неплохо здесь, сейчас. Ошиваются. И было бы круто, если бы они реально смяли бы вот это все. Потом объявили мне войну, и мы с товарищем, так сказать, распилили их бы в два смычка. Так. По армиям у нас все ходили, получается. Верховный батриарх. Матриарх этот. Восстанавливает силу. Ну и все, конец хода. Конец хода. Старый свет практически целиком и полностью принадлежит нам. Южные земли мы союзником поделим. Ну, Лутерн тут чуть колонии свои старые вернул, немножко, да? Мы не против. В целом, я как бы как бы нормально к этому отношусь. Пусть, пусть кусочек себе маленький-маленький возьмет. Мы не жадные. Нам не жалко. Мы не жадные. Нам не жалко, как говорится. Главное сейчас добить эту победу и сделать нас великими. Кстати, а тут озеро, да, вот так вот выделяется кусочек. Я думал, какой-то регион пропустил, что ли. как я мог там пропустить. Успех. Да, отстаньте вы, я не буду вам платить, тем более за перемирие. Вы же понимаете, что это галяк. Просто галяк. Просто вы каких-то грибов отъели там. Отпотчивали. Битвах против вампиров? Блин, ну давайте против людей. Вампиров уже нет. Пусть больше кушают. Вот реально, ну как так можно, а? Вампиров же уже нету. Людей практически не осталось. Ну, ну я понимаю, что могут они еще вернуться. И, ну хотя вампиры вот эти вот еще есть. Да, да, как же, как же про этих морских вампиров, так сказать, можно было забыть. Так, по строительству. Давайте сразу, наверное, займемся. Тут есть, что построить. Ну как минимум, на прошлом ходу сносили. Поэтому тут не так критично, это, как в Риме, никаких там трущоб не будет. Не надо будет потом дергать волосы кучерявые. Так. И... Денежки. Денежки. Все. Отлично. Так и делаем. Порядок все равно нормально. Тем более мы таверну достроим полностью. Здесь ты, наверное, сиди, сиди и жди. Так, Франц, ты как сдерживающий фактор. Рейкс Маршалл, нанимай. Кастелян, мы тебе Радагастика прокачаем. А пока дальше сиди, отдыхай, на самом деле. Не люблю я. Как-то Total War меня научил, что лучше границу одну не оставлять беззащитной. Понятно, что сейчас гарнизоны тут и нормальные. Даже в исторической части. Да, вот в Риме втором, когда игра вышла, гарнизоны в городах были намного круче. Сейчас их урезали. Гарнизон в городе это формальность. На самом деле просто формальность. Ничего там она такого не даст. так, друг мой, ты, ты в принципе можешь выйти, восполнишь потери во время похода, как говорится. Ты же у нас нормальный пацан. Ты же так умеешь делать. Ты так умеешь. Ну, а Ришардик пойдешь через вот этот фланг. Через горы пойдешь. Через гиблое дело. Очень гиблое дело. Не позавидуешь тебе. Гиблейшее дело. Гиблое пригиблое. Так, все. Вока походила. давайте посмотрим дальше. Что тут? нету тут. У них, я думаю, и здесь не особо большие силы. Хотя, ну, может, там 11. стейка или там полтора прыгают и все. Это на все, что они сейчас способны. Здесь предлагаю, наверное, его на разведку отправить. Пусть засветит, что за силы. Темные тут таятся. И кому нужно... Кстати, а что это я как-то пропустил? Я не достроил? Скверноскавин тут непорядок. Тут порядок-то растет, но сам факт непорядок. Лордик, давай ты скорее будешь восполнять потери. Так будет полезнее для нас обоих. Так, и кстати, я про тебя забыл. Как я так мог про тебя забыть? Хорошая вещь, оповещение. Как я тебя мог пропустить? Где ты, где ты, где ты? Вот ты где, да? Да, ты совсем рядышком. вампиры пусть идут, они по душе гномов походу. Этот товарищ сбежал. Ну, а мы дворец халиф-мага возвращаем к нам домой. Добро пожаловать домой, дворец халиф-мага. Оккупировать. Грабить не будем эти территории, просто забираем их себе. Начинаем нормально прокачивать. Постройку для найма. Да нафиг она нужна на самом деле. Мы так уже здесь наняли все, что можно. И вряд ли я буду нанимать еще один стэк. Вероятность этого очень мала. Я себя знаю. Я на это дело как бы не особо интересно будет. Да, можно будет задавить сейчас мясом. Но один стэк тысяч пятнадцать нам двадцать станет сейчас еще один дополнительный. Но у нас доход постоянно растет и мы не сильно это замечаем. Такое значительное удорожание. у нас вот смотрите дополнительное содержание просто дополнительное 80 тысяч. Увеличивает содержание на 105. То есть получается мы платим всем армиям 70 там 7 да где-то тысяч. И еще сверху восьмидесятку за каждую дополнительную армию. И если мы сейчас увеличим количество их то у нас эта сумма еще на 12 штук возрастет. То есть 12 штук мы только заплатим чтобы нанять еще одного лорда. Вот такая тема. Поэтому в тысяч двадцать выльется новая армия точно. А я же как же без ними грифов и танков. Не 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 обязательно будет. Так нет хотя можно можно нанять уже начинать поход в люстрию. Потому что ну как-то надеяться на нашего друга блин эльф не особо надежен я смотрю. В люстрию только надо будет осторожно плыть. Возможно собрать стейк лучше здесь. Понятно что он будет содержаться наниматься дольше содержание условий у них там хуже в пустыне. Но помните Яшку Яшку героя который ну по сути в битвах то не участвовал и мы ему помочь не могли. На самом деле в битве вот здесь в море если бы эта битва была бы на суше мы бы сыграли лично и я думаю против вампиров мы бы там бы затащили. Там состав ну был хороший но против вампиров ну реально тащить реально но Яшка тем не менее из-за автобоя в море слился. Я не знаю как тут когда добавят морские битвы а их обещали добавить мы все ждем этого возможно с третьей вахой возможно да ну как морскими битвами нас кормят еще с первой вахи что их добавят их добавят но тут видите какая тема снорска задержачка получилась может быть уже работали над морскими битвами но тема это однозначно такая разработчики ее не стесняются в плане того что они говорят проблем с этим нету то есть разрешение у них есть в плане там каких-то то что это проблемы из-за мановара что это дополнительная лицензия нужна чтобы получить и только потом они смогут нет в этом плане все нормально лицензия у них есть вопрос в реализации я думаю кто играл в мановар вот именно игру компьютерную да я делал обзор давным-давно кстати все собираюсь посмотреть зайти как там изменилось там же добавили наконец-таки ближние бои добавили летающие юниты добавили марию там кучу всего добавили там же сама механика морских битв вархаммере заслуживает тут реально отдельной игры это не то же самое далеко не то же самое у каждой фракции свои фишки у каждой фракции какие-то корабли уникальные так ну один стек восполнился давайте один стек и отправим уже так ну здесь захватывать пограничные княжества башня каменной шахты ну на самом деле мне этот регион как-то вообще не дышит и может боком выйти вообще никак не дышит возможно вот этот стек мы и отправим в люструю сейчас тут с гномами лизардмены разберутся мы особо лезть не будем тогда в этот регион тут буфер огромный лизарды для нас сделали в этом плане лизарды в этом плане хорошо постарались так давай один стек останется пусть он восполняет потери один стек может даже его и отправить морем плыви по морю лови по морю бей больно так ну а тебя заведем в город все ты сиди здесь жди войны с вот этими пограничными княжествами которые скорее всего как-нибудь начнут там рамсить на нас наезжать делать нехорошие вещи в общем надо будет их научить манерам потом так выжигаем еще один барак практически без потерь арту во второй вахе не жалуют как говорится ну мы можем спокойно вот так вот себе позволить спокойно давай ауру увеличим ну и идем на разведку дальше тут пока все тихо да гномы согнали вот один стек бельгар лично охраняет город но тут правители друг на друга знаете стояние на реке угре встали постояли и в итоге гномы сольются я уверен в этом я уверен так ты мой друг ну в целом я могу дотянуться могу подойти помочь хотя давайте посидим тут у меня гарнизон еще не восполнился такой ну хреновый гарнизон теоретически даже вот эти два героя их смогут разнести лучше посидеть поохранять город чтоб потом заново еще опять его не отстраивать так тут потери немножко будут неприятный такой региончик не боевые потери на горных перевалах немножко неприятно ока императора хотя куда я тебя повел друг мой я забыл что у меня тут сидит один в темнице сырой возвращенный в неволе орел молодой его нужно шатнуть а в столице начинаем производство новой армии так тут у нас лорды будут молодыми перспективными кстати можно нанять кого-то из уже готовых стратегические навыки новому вкачать потом исключительно для сражений ну что лишнего да не было давай архилектор у тебя насколько я помню перки вкачаны да для найма отлично стоимость найма есть заходи вальдорф и начинай нанимать нормальных местных и не местных пацанов во-первых нам нужны давайте раз против вампиров наймем рыцарей плавающего солнца демигрифов на алебардах идем дальше во рту огненную батарею люминарк танк ну и можно адострел дальше пару арбалетов и один пистольер все ну в общем потихонечку но все равно неместные пацаны долго будут наниматься у нас времени куча можем конечно вот здесь допустим взять хотя бы одну алебарду по центру держать строй вон один пистольер и еще один арбалетчик а из местных потом формировать пехоту и сразу предлагаю нанять боевого мага опять же они у меня все есть до серого мага уже даже два огненный небесный маг ну кстати против нежити светлый маг зайдет да хорошо ну так неплохо по крайней мере светлый маг светлый маг да и огненный против нежити зайдет хорошо даже лучше давайте наверное возьмем огненного хитрость доступ ядовитым отрядом шанс успеха вот дисциплина отлично хороший маг что я хочу от тебя да я тебя потом на ушко шепнул что я от тебя хочу так стрелы отлично присоединяйся к нему присоединяйся мы потом заменим его на другого героя и вкачаем ему линейку знаете вот здесь лучше вот не боевые потери вкачаем ему все-таки по вампирским землям будем шататься ревнителя одну вкачаем и там уже скорость исполнения потерь конечно же обязательно и стремительный удар да великий молот бессмертия ну посмотрим может конечно не жреца будем нанимать уже для этой армии в перспективе но хотя жрец жрец против нежити хорошо как зайдет будет добротный полководец только другой все конец конец хода и собираем еще один стек танки во все тяжкие гром рендал эх ты гномик гномик и не на того ты свою кружку с пивом поднял похоже перепил ты слишком много пива что начал возникать да но сплотил весь остальной мир хотя если с лизардменами нам придется схлестнуться мои армии сейчас не все будут к этому готовы у меня демигрифов не так много в некоторых хотя я старался их во все запихивать и именно брать с алебардами понятно что против пехоты такие демигрифы не лучший выбор но зато они чуть универсальней и прикроют если что когда монстры будут наготовы так идем идем вампиров и скавинов выжигать огнем просто огнем потому что тут скавины ведут атаку на люстрию точнее с люстрию на гаронд идут и там давят с той позиции прям неплохо на наш великий лотерн а мы зайдем к нему в тыл волевой лидер поселение в осаде действия нападения на гарнизон доделай что хочешь нападение на гарнизон я вообще это я еще ни разу не видел чтобы нападение на гарнизон искусственный интеллект провел именно перед атакой да ну как по хорошему надо проводить не он так проводит гарнизон я даже в принципе материально не несу нагрузки восполняя потери в гарнизоне чего он хочет добиться ну не так а здесь ну пусть идут пограничные княжества пусть идут мы не против железную скалу тоже будем хотя черный утес черный утес это как раз провинция мне полностью провинция или город ты-ты-ты-ты а поселение все-таки поселение мне нужны ну черный утес я думаю мы захватим а я железную скалу потом возьмем потому что но это это будет не особо приятно хотя можно тут и осесть чуть-чуть в целом мы провинцию целиком захватим уже а там потом с нуля ее застраивать так лучше быстрее будет да так и оставим только все-таки вот здесь снесем здесь строительство будет идти долго лучше уже начать стены строить лучше уже начать строить стены так идем дальше а вот 8 пиков карака уже будут охранять кстати хорошо и тут тоже глумик может прыгнуть в черный утес и укрепить его в черном утесе гарнизон не особо большой а в караке прям знатный и там учитывая гарнизон учитывая эту армию за за 8 пиков будет битва если так пойдет дело хуже для нас чем за караса карак ну там что стены все сломали им да даже вышки особо не пригодились изивин как говорит сейчас комьюнити так ты оставайся у тебя задача простая сиди отсиживай главной геморрони за работой патриарх походил молодой перспективный тебе конечно же не боевые потери надо качать уменьшать там сейчас начнется катавасия такая что лучше быть к этому готовым глаз пантеры но я надеюсь этот глаз пантеры лизардмен и натянут куда надо а дворец халифмага ну уже с гарнизоном более-менее дружит мы сейчас разберемся с вампирами и отправим нашу армию в люстру первую армию и вторая последует за ней следом по ее примеру так око око пока сиди сиди не рыпайся сиди наблюдай сиди смотри как работают остальные так здесь давайте в пехоту уже потихонечку потихонечку будем идти в пехоту у нас еще четыре ну пять пять я же уже мага сюда присоединил еще пять отрядов будет пехоты и все так на этом отряд будет готов укомплектован может потренируемся на гномов смотрите они тут действительно такую ударную группировку собирают и у них если так посмотреть пять стеков ну четыре вполне серьезных и один готовится то есть тем не менее вот сколько у них территории осталось мало они могут еще укусить за пяточку как минимум лизнуть ее точно лизнуть пяточку они могут а что здесь норска норска не сказать что процветает но хотя нет смотрите процветает вот сейчас если они начнут щемить бретонию то я думаю мы с ними блин я строительством не занимался ну ладно мы с ними померяемся силами и мы в отличии от бретонцев не станем тут как бы зачищать территории мы выжим их полностью чтобы там никого не было больше чтобы никто там не остался их мир сгорит в огне кстати а гномы вы помирились между собой нет и это хорошо они вон воюют то есть голубые гномы вот он вот он смотрите выходит наступление гном гномский вышел в наступление и тут он бросает бараквар который мы сейчас и заберем император карл франц его заберет не смог как я и говорил до сидения гном вытерпеть это великое стояние на реке мы блин ну лотерн реально он вроде бы марати чуть-почуть щимит но вот с юга скавины просто безнаказанно по ним идут катком сейчас высших эльфов могут загнать вообще на ултуан только а пестиленс ну хорошо что пестиленс тоже воюет с маратем если бы они объединились то представляете война вот такая континенты на континенты то есть мы по сути с лизардменами разделим эту часть континента да эту часть карты точнее посередине лотерн который вроде бы тоже за нас а здесь темные эльфы и скавины и такая война миров действительно передел мира такая мировая война в мире вархаммер технология исследована нападение на гарнизон опять ну и здесь стоимость действия героев дисциплина стрелки всадников опыт конные музыканты ну в принципе давайте конных музыкантов быстро и сердито изучим так а здесь гномы могут пойти на самом деле сразу ва-банк и грюнбург окажется под угрозой можно собрать сейчас стек уникальный наш резервный стек который здесь поможет разобраться с заразой гномы с гномской заразой которая расплодилась не просто в 4 стека разрулить ситуацию 4 стека здесь разрулят усё 4 стека точно разрулят ну что франсик засиделся твой соперник придется наверное играть штурм не верят ну давай ладно тебе все равно придет спаси не не слил никого смотрите красавец молодец смертных империях с этим делом чуть получше все застраиваем город гномов заново хотя тут смотрите нормально все застроено еще улучшить его и стены возвести сразу и цены бы тебе не было но давайте наверное все таки снесем сейчас на денежки стены здесь важнее деньги мы в принципе добудем денег у нас пока хватает более чем не как у норска там просто в первой вайфе параллельно просто денег клюй чем хочешь можно делать все что хочешь твои деньги купят этот мир если можно было покупать я бы наверное уже покупил себе все что только можно так и выходим идем брать черный утес раз тут гномы не могут решить кто кому и что должен мы будем использовать это на благо империи еще один город этой территории и осталась только столица вот как раз здесь есть сено нормально здесь сено оставим прогулка полови прогулочка полови давайте заземлением еще чуть-чуть и проводник у тебя будет и ты уже превратишься в серьезного дядьку оттер в принципе сейчас выходили и вот тебе надо нанять хотя демигрифы еще будут наниматься остальные уже все будут готовы да демигрифы еще будут наниматься два хода но ничего демигрифики того стоят гномы мне кажется будут действовать самонадеянно и гринбург попытаются взять поэтому делаем ставочку на еще один стек берем лорда какого-нибудь можно нового в принципе взять можно он бывших уже в употреблении взять давайте возьмем бывших употреблений еще 13 штук видите 14 практически просто я нанял новый стек вот два стека и все моего бюджета не будет и нанимаем элитные отряды пушки я думаю здесь вообще не нужны будут а остальное пригодится хотя могут пушки наверное зайти знаете возле ворот все гномы самонадеянные они пойдут на штурм мне кажется тут к бабке не ходи опять про тебя мой друг чуть не забыл опять тебя я упускаю вампиры слабые немощные вампиры вообще тут говорят ни о чем ну давай разбей похорони их забудем о них можно было тут стека оставить чтобы он не нанял дома кого-нибудь пока что тогда лучше надо было оставить мы как раз успели бы восполнить потери здесь спокойненько сделали бы все красиво правильно и уже отплывали в ближайшее время ближайшее время бы наш кораблик отплывал в далекие путешествия так но здесь нам ничего не интересно на данный момент занимаемся строительством ресурс и все что только можно все строим вот вот у нас сейчас поселение так-то побольше доход поменьше поселение для строительства как-то возросло сразу как денег нету дайте субсидии выделите нам пожалуйста из бюджета профинансируйте вот профинансировал все профинансировал довольны так и томас томас а томас тут да ну что кстати сородичи гномов разбили их и отступили а здесь гномы идут в наступление на лизардменов может и не стоит убирать хотя тут лизардмены смотрите какой пачка идут просто вот реально пачка идут можно за черной пирамидой сбегать было вырвать так черная пирамида нагаша это не хемри да да как я и говорил клан а грунт нападает они действуют самоуверенно можно демигрифов отменить о ну он разделяет и кстати теперь есть повод подвигать око императора сюда поближе теперь око императора может наступать и обозначать кстати этот парень то на улице так сказать стоит мы можем вытащить гарнизон и разбить их даже скорее всего одним стеком он все остальные войска увел надо действовать быстро пока гном думает что у него все схвачено и его контрнаступление сломит меня просто сломает мотор нашей империи и составляющегося сердца мы упадем но сердце наше не остановится оно будет биться нападение на гарнизон опять делают гномы импросить так здесь конечно он с гарнизоном уже без стен хотя бы опять же можно сразиться будет уже францу уже можно будет сразиться так ну что предлагаю наверное на этом моменте сегодня серию закончить разборки уже с гномами выходят на финишную прямую мы уже вновь обращаем свой взор на люстрию помогать поплывем лотерну а то его южные границы слишком ослаблены скавенами заполонили их там скавены в канавках своих и добиваем гномов которые которые не дадут себя так просто сломать до следующей серии друзья мои всем добра до следующей серии до следующей серии